МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Заканчиваем работу в теплицах. Большой объем работы был сделан. У меня три теплицы. Работала не спеша. Вот были сделаны обработки от паутиного клеща. Я обрабатывала препаратом моктейлик. Не ищите его в магазинах. Он снят с производства. Я не знаю, какой причин, но его больше нет, сказали, не будет. Вместо него используйте препарат фуфанон. Запомнили? Там очень хорошая газовая составляющая. И вот этот газ, он забирается во все щели, во все конструкции теплицы. И тогда вы убьете всех вредителей, которые здесь есть у вас в теплицах. Вот это я сделала. Проветрила теплицу тщательно после этого. Так, вместе с вами мы сюда внесли удобрение. Жигулевское. Разрыхлитель. В качестве разрыхлителя в этом году я беру торф. Вот. Отсюда его ушло довольно много. По шесть ведер нужно для того, чтобы хорошо вспушить почву. Если почва вот такая плотная, как у меня, с углинок. Значит, что я теперь делаю? Мне нужно одну грядку подготовить под зимние посевы зелени. Вот плоскорезом. Я нарезала такие вот бороздки. Глубиною в 2-3 сантиметра. И здесь я буду сеять. Что? Редис, кинзу, петрушку, укроп и главное, конечно, шпинат. Бороздки сделали. Посевы не производим. Сеять будем, когда замерзнет земля. Нам замерзшие-то мы ведь не сделаем, не сможем бороздки-то сделать. Вот почему это надо сделать сейчас, пока земля не замерзла. И оставляем. И сеять можете в ноябре, в декабре, в любое время, пока сюда снега не набросали. Посейте семена зеленых культур и засыпьте это все. Либо землю заготовьте, чтобы она у вас в теплом месте стояла, не замерзла. Либо, как я, торфом. Вот это и будет и разрыхлением вашим. И утеплением для семян. И, в отличие от летних посевов, подзимние, закрываем поглубже. Толщина этого торфа у меня будет где-то в 3 сантиметра, не меньше. Так, обращаю внимание. Вот из бочек пластмассовых. Помните, мы их все лето делали здесь настой из трав и поливали, удобряли растения. Нельзя оставлять их в таком виде. Либо заносите в помещение, в закрытое куда-то. А если в теплице оставляю, вот я, каждый год. Просто надо закрыть, чтобы сюда никакой ультрафиолет не попадал. Все-таки теплица покрыта поликарбонатом, а он частично пропускает ультрафиолет. Вот, закрыли в 4 слоя с панбондом. Порядок. И будет ваша пластмасса целехонькая. Так, здесь вот петрушка посажена. Я ее оставила. Закрыла в несколько слоев стареньким спанбондом. И будет до Нового года кормить. Приходится, берет свежую зелень. Вот так вот. Только накрыть хорошо надо. И теперь последний вид работ. Это нужно зажать шашки вист для обеззараживания теплицы. Очень хорошо работает эта шашка. Я ей очень довольна. Вот мне специалист, говорил Дмитрий Александрович Сверидов, это научный консультант нашей программы, кандидат в сельскохозяйственных наук. Вот он говорил, что Галя обрабатывает теплицы осенью и весной. Шашкой вист. И будет тебе счастье в виде хорошего урожая. Вот я ее уже который год и не пользуюсь. Вот на такую типовую теплицу размером 3 на 6 метров нужно две шашки сжечь. Десятки видов грибковых инфекций. Кстати, шашки вист можно сжечь даже при минусовых температурах до минус 10 градусов. Так что у вас еще есть время обеззаразить теплицы с помощью этих шашек. Причем я-то набрала этих вот шашек вист много, потому что сейчас, позавчера достали картофель и нашли одна картошка портистая, самая крупная. Одна пока что. Не дожидаясь, когда это будет дальше распространяться, бегом, сегодня же, не вынимая корнеплоды из погреба, тоже туда надо будет поджечь одну или две шашки в зависимости от размеров вашего погреба. На 6 месяцев защиты будет у вас, то есть до конца зимы. Вот туда уйдет. У кого есть неприятный запах в бане, там тоже сожгите. И совершенно не бойтесь. Действующее вещество абсолютно безвредно для человека. Это вещество даже добавляют для того, чтобы хлеб не плесневел, хлебобулочные изделия. И добавляют вино, чтобы оно не закисало, не плесневело. А микробов зловредных убивает очень хорошо. Вот такие они шашки виз. И обязательно в каждую теплицу угощение для мышей. Вот такие конфетки. Они не плесневеют, они специально парафином обработаны. Здесь приманочка очень хорошая. Так что очень любят зимовать мыши в теплицах. Обязательно положите мышей очень много. Вот теперь работы в теплице, можно сказать, закончены. Раскладываю ленты капельного полива. Я их в зиму не убираю. Поработали на грядке, разложили аккуратно снова назад. Сколько они служат? Ну, года три-то служат. Если они хорошего качества. Прогулялись мы вчера с внуком Алексеем по улице. Что я вижу? 70% деревьев не побеленные до сих пор. Кто говорит, краска плохая, перестали брать. Ну, вот я вам говорила, Лариса Игоревна Малайна, дала мне краску. Сколько сейчас дождей было. Великолепно держится. Некоторые обвязывают деревья. Но чем? Черными колготками. Черным спонбондом. Еще более худший вариант. Спонбонд хоть черный, хоть белый. Мыши с удовольствием едят. Колготки действительно грызуны не трогают. Но вот черный цвет прибавит градусов на коре. И она полопается в марте, в феврале, когда бывают резкие колебания температуры воздуха в течение суток. Если нет краски, денег на нее нет. Вот вам бесплатный вариант. На всех помойках столько вот этих вот мешков полипропиленовых. Убедилась на личном опыте. Уже 10 лет и не обвязывают деревья. Мыши действительно их не трогают. Вот знакомые нам из-под муки, из-под сахара. Делаете из них вот такие оберточки. Оборачиваете вокруг дерева и шпагатом завязываете. Что плохо при обвязке этими деревьями? Вот там, где сучьи уже пошли, разветвление, их уже не завяжешь. А штамбы-то низкие. Их как раз прикроют снегом. А нам нужно, чтобы в феврале и в марте работала белая вот эта обвязка. А она окажется под снегом. А вот сучьи-то вот эти вот как раз и погибают. И мыши по насту бегают по снежному, по поверхности плотного снега. И будут объедать кору как раз вот на этой части растений. Вот в этом недостаток этих мешков. А так прекрасно защитить ими молодые посадки. Молодые посадки прежде всего нуждаются в таком укрытии. Там мешками-то этими полностью можно саженцы маленькие закрыть. Вот я им сейчас собираюсь сливы свои или вот эту яблоню. То, что посажено в этом году, белить не надо. До шести лет вообще деревья не белятся. А окрывается вот с помощью этих вот мешков. Или колготок, но светлого цвета. Так, последний вид работы на узких грядках. Вот они были под пленочкой стояли, для того, чтобы лишних осадков здесь не было. И теперь, значит, на тех грядках, где будет картошка на следующий год, вот мы какую работу должны сделать. Вот с этой грядки я сейчас сняла пленку в сторону, отложила ленту капельного полива, чтобы не поранить ее плоскорезом. И теперь, что я делаю, посмотрите. Я нагребаю в центр грядки высокий гребень. Какой высоты делать гребень? Чем выше, тем лучше. Для чего мы делаем его? Сюда будем в его подножье сажать картошку. Через 30 сантиметров друг от друга, вот так вот у подножья. Вот. А окучивать чем? Нечем? Вот землю для окучивания мы будем брать вот как раз из этого гребня. Окучиваем раз, второй. И будут у нас два гребня здесь, окученные картошки, а здесь наоборот будет впадина. Поняли? Вот для чего мы это делаем. Почему делаем осенью, а не весной? Потому что я сажаю картошку очень рано. Уже в середине апреля сделаем гребень. Снова накрою пленкой прозрачной. И уже как только сойдет здесь снег, на бугре он быстрее сойдет, во-первых, вот на этом гребне. Так. Сразу солнцем прогреет грядка, начинается парниковый эффект. И к 15 апреля у меня будет уже теплая земля, и можно высаживать картофель. Не оставляйте эту работу на весну. Вы потеряете две, а то и три недели. Если будут лить дожди, не влезете в землю, все будет налипать. Вот сейчас земля хорошо рассыпается. У меня здесь не было лишней влаги, потому что пленочкой все накрыло. Промочили дожди, сколько мне надо было. Землю, и дальше ее пленкой накрыло. До грязи не надо запускать. И теперь она, посмотрите, как хорошо структурирована. Дышит, никаких комков. Ну, конечно, вы видите, сколько здесь песка. Три года вносила на эти грядки речной песок. Вот и добилась, что почва такая хорошая. И поскольку осенью мы все унесли уже в грядку, и жигулевское удобрение, и разрыхлитель, то весной в лунку будем класть только биогумус. Кстати, о биогумусе. Надо его сейчас закупить. Скоро будем готовить почвогрунт для выращивания рассады. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону в Самаре 972 70 95 и 925 84 33, Тольятти 679 0 94. Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжу рассказ об М-пластмассе, о которой я начинала рассказывать в прошлой передаче. Что такое эффективные микроорганизмы, многие уже знают и успешно применяют на своих садовых участках. Но ученые пошли дальше и изобрели М-пластмассу, в которую ввели эти полезные микроорганизмы. Изделия, изготовленные из М-пластмассы, широко используются в домашних условиях. М-ведра. Вода, постоявшая в них 40 минут, освобождается от хлора, становится структурированной, по своей частоте аналогично родниковой. Эту воду ученые рекомендуют пить людям, животным и поливать растения, так как она положительно влияет на качественный состав крови человека и дает эффект, равный употреблению некоторых биологических добавок. Растения от полива такой водой лучше растут, а цветы дольше цветут. Пейте с удовольствием. В М-ведре также можно хранить любые продукты. М-лейка изменяет структуру воды. Вода становится аналогично родниковой. Когда вы поливаете растения из М-лейки, растения лучше растут, развиваются, у них улучшается фотосинтез. М-доска улучшает вкус продуктов. Продукты, находящиеся на М-доске или поблизости на расстоянии 30 см, улучшают свой вкус, становятся питательнее и полезнее. М-проращиватель. Он ускоряет проращивание семян, обеззараживает их. И также этот контейнер можно использовать для хранения продуктов. Здесь три отделения, поэтому можно в одном хранить продукты, а в другом проращивать семена. Обо всем не расскажешь. Поэтому приходите к нам в Центр природного земледелия Ларисы Малайной. У нас есть очень много интересного. Я желаю здоровья вам и вашим растениям. Используйте то, что вам дарит природа. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы, СО для выращивания рассады. Телефоны для справок 9 545 165 2 252 305. Здравствуйте, дорогие друзья. Осенние работы в саду практически завершились. Осталось только укрыть. Пока стоит плюсовая температура, укрытие мы покажем в следующей передаче. А сегодня я хочу рассказать о новинках нашего садового центра. Уже в нашем магазине на Урицкого. Смотрите, какой огромный выбор новогодних композиций. К Новому году садовый центр Веры Глуховой уже готов. Абсолютно разные композиции. Они не повторяются настольные. Смотрите, в гостиной просто подарок замечательный. И смотрите, абсолютно необычные подарки, связанные вручную. То есть игрушки не повторяются. Здесь вложено столько тепла и любви в каждую игрушку. Это чувствуется. Мне очень нравятся вот эти вот две кошки, которые сидят рядом. То есть они все очень разные. Вот черная кошка тоже. Видишь, вот этот у нас рокер. Вот в эти игрушки ручной работы вложено столько тепла и столько души. Они не повторяются. Вот эти все игрушки ручной работы самарских мастеров. Вот эти куклы называются чердачными. Серия чердачных кукол. История очень интересная. Можно об этом прочитать. Они пахнут кофе, корицей. Они ароматизированы. И второе, они состарены. То есть это необычное направление в создании кукол ручной работы. Работа в саду почти завершается. И пора уделить внимание комнатным растениям. Тем более в квартирах начался отопительный сезон. И, конечно, растение от этого страдает. Обязательно, первое, опрыскивайте растение. Подкармливайте один раз в месяц. И, конечно, вытирайте пыль. И они радуют своей зеленью. Вот эта вот налина, я их очень люблю. Это очень необычное, красивое растение для интерьера. Великолепно смотрится в квартире или в доме. Вы выбирайте для этой налины более светлое место. Есть очень теневыносливые растения, драцены. Любая квартира, любое жилое помещение без комнатных растений просто кажется мертвым. Вы оживляете, создаете настроение растениями. Можете выбрать растения по знаку гороскопа. Можете выбрать растения, те, которые нравятся. Есть интерьерные растения для гостиной. Это налина, это драцена может быть. Есть растения для детской комнаты. Это может быть фикусы с мелкими листочками. Или шифлеры. То есть это в детскую комнату. На кухню я бы посоветовала поставить хлорофитом. Это не самое красивое растение, но является самым лучшим очистителем воздуха. Все дачники не успели закончить сезон и уже начинают готовиться к следующему сезону. Мы подготовили семена урожая 2015 года. И на 2016 год мы уже готовы. Поступили в продажу семена цветочных культур. Томатов, зелени, огурцов, тыквы. То есть все, что нужно дачникам. И, естественно, мы подготовили уже все почвы, грунты. То есть все, что нужно для посева семян на 2016 год. В зимний период у нас работает только два магазина. Самый большой магазин – это на Урицкого 2, дробь 1. Нас очень легко найти на пересечении улиц Спортивной и Чернореченской. Наши специалисты вам подскажут, чем же подкормить комнатные растения, какие семена выбрать и какие почвы, грунты подобрать для посева семян. Мы желаем вам завершить сезон, укрыть ваши растения и уделить внимание комнатным растениям. Все для комнатных растений в нашем садовом центре приготовлено. Магазины «Цветы» садового центра Веры Глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними. Кашпо, семена овощных и цветочных культур, удобрения, почвогрунты, инвентарь. Телефон для справок 3310606. 3310606. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok